Всем привет! Накопилось много вещей и не знаете, как от них избавиться? Я Лена Дорофеева, профессиональный организатор пространства. И сегодня я вам расскажу 5 способов расхламления, их плюсы и минусы. А прямо сейчас поставь лайк этому видео и подписывайся на наш канал. Способ номер один. One in, one out. Или правило вход-выход. Одну вещь купил, от одной такой же избавился. Хотите купить новый свитер? Избавляйтесь от старого. Этот способ помогает не захламлять гардероб и покупать осознанно. Так ли нужен новый свитер, если старый в порядке, еще прослужит? Плюсы. Ты расхламляешься легко и без напряга. Начинаешь покупать вещи осознанно и не занимаешься перепотреблением. Минусы. Это долгий процесс, и если вещей действительно много, способ не даст суперрезультатов. Итог. Способ подходит как полезная привычка по поддержанию порядка и защитит от покупки ненужного. Но при запущенном случае не спасет. Способ номер два. Расхламление по мореконде. Пример. Расхламляем одежду. Достаем ее из всех шкафов. Удивляемся количеству и берем каждую вещь по очереди и отвечаем на вопрос. Приносит она радость или нет? Если нет, смело избавляемся. И обязательно перед таким расхламлением ставим цель, чтобы вам было легче не слиться на полпути. Плюсы. Это очень основательный способ. Можно расхламиться раз и навсегда. Здесь есть психологический момент. Мы начинаем лучше понимать себя. Минусы. Слишком энергозатратно. Можно забросить на полпути. Способ номер три. Расхламление игра. В первый день избавляемся от одной вещи. Второй от двух. И так, пока у вас не останутся только нужные вещи. Объединяйтесь с друзьями и делитесь результатами в соцсетях. Плюсы. Это весело. Поддержка друзей мотивирует и можно организовать комьюнити по интересам. Минусы. Нет системы. И для суперрезультата надо играть месяцами. Способ номер четыре. Буги в 27 бросков. Заводим таймер на 15 минут и за это время кладем в мусорный пакет минимум 27 вещей. Плюсы. Вы не думаете и от этого легко. Дети такой способ обожают. Минусы. Такие 15 минутки скорее экспресс-метод, чем системный. И для захламленных участков нужно больше времени. Способ номер пять. Вечеринка расхламления. Приглашайте друзей. Запасайтесь вкусняшками и начинайте избавление от ненужного. С любимым другом это делать проще и быстрее. А после можно устроить гаражную распродажу или обмен вещей. Плюсы. Это экологично. Вещи не идут в мусорный бак, а отправляются в новые руки. Это весело. С другом проще избавляться от ненужного. Минусы. Вечеринка может затянуться, а еще легко запутаться во мнениях своих друзей. Самое главное – кайфуйте от процесса. В таком случае результат вам точно понравится. Напишите в комментарии, какой способ расхламления помог вам. Всем хорошего дня!